Практически всю последнюю неделю в оперативных сфотках краевого штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией фигурирует Славянский район с цифрами от 7 до 11 заболевших в сутки. Таких показателей у нас не было с начала пандемии. Ухудшается эпидемиологическая ситуация и по всей Кубани. В связи с ростом количества инфицированных, губернаторам принято решение о возобновлении еженедельных заседаний краевого штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Также будут возобновлены заседания районного оперштаба под руководством Романа Сенеговского. Несмотря на снятие ряда карантинных ограничений, на территории Краснодарского края продолжает действовать режим повышенной готовности. А это значит, требование Роспотребнадзора, в частности о ношении медицинских масок в общественных местах, обязательно для исполнения. К сожалению, не все жители ответственно и с пониманием относятся к данному требованию, ставя под угрозу не только свое здоровье, но и здоровье окружающих. Как вы думаете, надо носить маски именно в помещениях надевать? И почему? Да мне, кажется, уже не надо. Так-то растет уже 94-92 заболевших. Не знаю, у меня вроде никто не болел. Мне кажется, не надо сейчас. Носить маски и пользоваться средствами индивидуальной защиты в общественных местах надо не только сейчас, а всегда. Если бы все придерживались этих простых и действенных мер, удалось бы сохранить эпидемиологическую стабильность в регионе. Сейчас же число заболевших на территории края всю последнюю неделю неуклонно растет, перешагнув цифру – более 90 человек, инфицированных ежедневно. Такие показатели на Кубани были еще в апреле, в пик заболеваемости. Благодаря принятым ограничительным мерам ситуацию тогда удалось стабилизировать. Одним из действенных мер стало обязательное ношение масок в общественных местах. Но сейчас, видимо, почувствовав, что угроза заражения отступает, многие решили пренебречь средствами индивидуальной защиты. В результате – рост числа заболевших. При всей ситуации, связанной с коронавирусом, конечно, остаются основные требования к соблюдению режимов, мы их называем, собственно, гигиены. Это обязательное ношение масок в общественных местах, в местах массового пребывания людей. Я обращаюсь к каждому из вас и напоминаю, что ношение маски – это одно из обязательных требований для всех нас, независимо от того, в какой ситуации с коронавирусом мы находимся. Режим, повышенная готовность у нас в Краснодарском крае сохранен. Поэтому в этот период ношение масок является обязательным. Важно понимать, что ношение маски и соблюдение социальной дистанции позволят сократить риск заражения коронавирусной инфекцией до минимума и в то же время обезопасить других людей. К счастью, многие эти жизненно важные и в то же время простые требования стараются соблюдать, отдавая себе отчет, что здоровье каждого человека находится в его собственных руках. «Все это серьезно и нужно серьезно относиться. Почему вы так считаете?» «Я считаю, что сейчас в Лавенском районе опять заразившиеся есть. Я каждый день читаю сводку. Было шесть человек. Вот вчера я читала уже семь человек у нас больных. Поэтому сам себя должен беречь». «В местах скопления людей нужно. На улице не нужно, конечно, носить. Там, где люди могут саму близко друг с другом находиться, то, конечно, я думаю, нужно носить. И в магазинах обязательно. Люди сейчас много расслабились, уже не стали ничего соблюдать. Количество больных увеличилось, как мы видим. Я думаю, что это не только из-за приезжих, из-за нас самих». Проблемы с нехваткой масок, перчаток или дезинфицирующих препаратов сейчас нет. Средства индивидуальной защиты можно купить в любой аптеке. Кроме этого, многие магазины, заботясь о своих покупателях, предлагают им бесплатные маски. «Добрый день, масочка, пожалуйста, возьмите. Бесплатные маски. Надо отметить, есть еще много тех, кто недооценивает угрозу коронавируса и пренебрегает личной безопасностью. В частности, ни один пассажир маршрутного такси, пока мы снимали репортаж, не надел маску, садясь в общественный транспорт. И таких безответственных граждан можно встретить повсюду». «Маски в наличии есть в большом количестве, достаточно на всех. Но покупатели относятся, кто-то с пониманием, а кто-то нет. Приходится убеждать, рассказывать, говорить, как это важно в данный период времени». Напоминаем, что согласно постановлению губернатора, введение режима повышенной готовности, посещение магазинов, государственных учреждений, а также мест скопления граждан, ярмарок и рынков, передвижение в общественном транспорте возможно только в медицинских масках. В случае невыполнения данных, требования граждане могут быть привлечены к административной ответственности. «Масочный режим никуда не делся. Этот режим ограничительных мер продолжает сегодня действовать. Он введен еще постановлением 129 губернатора. Скорее всего, мы вернем практику рядовых мероприятий совместно с отделом МВД, направленным на беседу именно с посетителями объектов. Будем доводить информацию о том, что посещение сегодня торгового объекта без маски – это административное правонарушение, и из-за этого человека могут привлечь к административной ответственности». Более трех месяцев Кубань жила в условиях жесткого карантина. Общими усилиями, понеся большие экономические потери, ситуацию удалось стабилизировать. Были открыты границы региона. Начался курортный сезон. Но, видимо, успокоившись, почувствовав, что беда миновала, жители и гости региона решили, что меры безопасности сейчас ни к чему. Результат этой халатности – плачевный. Угроза новой пандемии коронавируса. Берегите себя и своих близких. Личная гигиена, соблюдение социальной дистанции и внимательное отношение к рекомендациям специалистов – это очень маленькая цена за здоровье каждого из нас. Анна Монастыренко, Георгий Калинин. Программа «События».